В сфере морских прогулок и подобных услуг заняты не только судовладельцы, но и капитаны, матросы, экскурсоводы, диспетчеры, работники причальной службы и обслуживающий персонал. Участники встречи заявили, что с 1 июня в Севастополе работы могут лишиться около 3000 человек, а городская казна потеряет значительную сумму дохода от налогов и арендной платы за стоянку у причалов. По закону о вступлении в номер 6 федеральному, наши лицензии, которые мы получали при Украине, были бессрочны. И по этому закону мы подпадали под статью 12 со своими бессрочными лицензиями, то есть нам ничего не надо было делать. Мы продолжали работать по этим лицензиям, понимая, что не может быть такого, что с лицензией другого государства мы работаем в государстве Российской Федерации. По словам предпринимателей, они еще тогда озадачились этим вопросом, однако наткнулись на стену непонимания со стороны городской власти. В декабре прошлого года в законе появились дополнения, подразумевающие введение российского лицензирования. Но правительство Российской Федерации оставляло за собой право определить виды деятельности, осуществление которых в Крыму и Севастополе с 1 июня 2015 года допускается без получения лицензий. Мы ждали, начали опять активно писать, чтобы наш вид деятельности тоже туда включили. Но чудо не произошло, и вот в марте месяце вышло постановление, в котором было только 4 вида деятельности, которым продлили их лицензирование до 2018 года. Нашего не было там вида деятельности. Судовладельцы сетуют. Согласно российскому законодательству, маломерные суда приравниваются к крупнотоннажным. Тем самым возникает множество проблем по оформлению на них лицензии. И среди требований есть пункты, невыполнимые по срокам. Всеми силами подошли к этому вопросу ответственно, подготовились к сезону. Сделали все необходимые документы по требованию МЧС, по требованию безопасности плавания, по налогообложению, по регистрации, по переоформлению судна, по трудоустройству официально людей, по перечислению всех необходимых платежей и налогов. Получение лицензии занимает немалое время. Однако, жалуются судовладельцы, ни один орган власти не дал разъяснений, какой же список документов необходим для ее получения. Мы подавали запросы, на которые не было внятных ответов, ни на бумаге, ни словесно, никак. Даже не выложили самое простое, что сейчас осуществляется на сайте правительства. Тишина, мы не в ведении, только слышим упреки и какие-то требования от контролирующих органов. Нам выдали права, на котором написано, без права коммерческой деятельности. И никто не может сейчас нам объяснить, как поменять права, для того, чтобы мы могли бы работать. Если, допустим, у водителя такси, и у водителя простого, обыкновенно стандартные права, то у нас непонятно что. И мы не можем, никто еще даже не знает процедуры обмена прав. А для того, чтобы получить лицензию, нужно иметь права на пассажироперевозки. По словам перевозчиков, штраф за работу без лицензии составляет от 100 до 400 тысяч рублей. И уже через неделю эти требования вступят в законную силу. Когда нас, правительство и чиновники наши обвиняют в том, что мы сами саботировали это, позвольте, тут, включив логику и посчитав все, и разложив все, можно понять, что мы по срокам не успеваем. Поэтому сейчас мы хотя бы просим, чтобы внесли поправку в положение, которое вышло 9 марта, чтобы нас тоже включили, добавили к тем четырем видам деятельности, нас тоже добавили, чтобы люди хотя бы успели отучить этих людей, чтобы собрать эти документы на получение этой лицензии. Предприниматели уверяют, что хотят законно работать и платить налоги, но без учета их интересов будут вынуждены уходить в теневой бизнес. По итогам встречи принято решение проинформировать губернатора о сложившейся ситуации и совместно решать проблему.